В данном случае рассматриваются два предприятия. Для краткости буду называть одно имеет форму ООО, другое ОАО. Оба предприятия работают в связке. На территории Ивановской области образовалось иное количество, и в том числе появилось новое предприятие, некая Армада, которое образовано ранее предпринимателями того же региона, который желает этот бизнес забрать под себя. То есть идет речь о попытке рейдерского захвата. Производится эта попытка через следственные органы, что для нас не секрет. Но вот в том виде, в котором это делается, я, честно говоря, вот сколько писала заключение, я с таким еще не сталкивалась. Значит, Брусников является генеральным директором, являлся до момента начала преследования и учредителем ООО. А Фероян является учредителем и заместителем генерального директора ООО. Просто, чтобы было понятно, почему два человека. Значит, стартовое уголовное дело было возбуждено на основании рапорта оперуполномоченного и некого, даже не экспертного, а некого акта исследований по известной нам 159-й части 4-й. Возбуждено это было дело на основании исследований, которые были проведены в зимнее время при снежном покрове, дороге, покрытие, которое было положено за 5 лет до того. На сегодняшний день на руках у заявителей имеются заключения экспертные, которые уже на сегодняшний день, а дело было возбуждено 1 июня 2015 года, вот уже по прошествии почти двух лет, ну полутора, это точно. Значит, на сегодняшний день имеются два экспертных заключения, которые говорят о том, что какие-либо нарушения там отсутствуют, то есть материальный ущерб там не выведен ни по тому, ни по другому заключению. Но в любом случае даже стартово при... Возбуждено всего было два дела, там два отрезка дорог рассматриваются, в одном случае якобы на сумму 32 миллиона, а во втором случае якобы не доложили 380 метров асфальта, еще на полтора миллиона рублей. Вот эти оба дела соединили, Брусников находится в розыске, и на этом основании начались допросы, выемки документов, вызовы светить. Ну, известно, да, значит, понятно, что предприятие встало. Когда по прошествии месяца-двух выяснилось, что не получается никогда прекратить, и ООО сопротивляется, и есть противодействие, и работают адвокаты, то было вытащено на свет дело по заявлению некого потерпевшего, сейчас я даже где-нибудь, Кривов, по-моему, его фамилия могу что-то перепутать, потому что я по памяти, как вы видите, значит, было вытащено некое, да, Кривов, потерпевшего Кривова, которого якобы в июне же месяце кто-то там избил какой-то битой, там возбуждена 111-я первая, да, и в августе месяце по этой 111-й первой задерживают Ферояна. Почему я говорю, что ситуация нечасто встречающаяся, потому что предприниматели преследовали через вот такого рода дела, да, мы не каждый день с этим сталкиваемся. Значит, Фероян был стартово задержан, арестован, затем апелляционная инстанция изменила меру пресечения на домашний арест, затем касация изменила на залог, в общем, на сегодняшний день он пребывает под залогом. Значит, из того, что, значит, все три дела, которые ведутся, удивительным образом производят расследование один и тот же следователь Милосердов. Все три дела вдруг оказались у него. Значит, все семейство Ферояна, уж не знаю по какому принципу, связано это, как бы, так сказать, с национальным принципом или нет, хотя у меня в материалах есть, как бы, от жалоба от землячества, да, значит, но все семейство Фероянов прошерстили как могли, да, значит, и обыски были, и изъятие документов было, на всякий случай, чтобы никто не возникал, у адвоката отобрали подписку о неразглашении данных, кстати, адвокат здесь присутствует, прошу всех учесть, что адвокат находится под подпиской, поэтому на вопросы здесь есть представители, как я поняла, трудового коллектива и ООО самого, правильно, да, значит, вот лучше, наверное, к ним, у них, наверное, подписки не отбирали, потому что адвокат под подпиской, и уже и обыскать успели, то есть, в общем, ну, все, как бы, удовольствия от всего происходящего были получены. Значит, самое удивительное в этом деле, что не стесняются настолько, что в результате жалоб адвокатов, а всего по двум делам было подано более 130 жалоб, и более 130 ходатайств по двум делам, ну, я имею в виду 159-ю, да, как бы они объединены в одной, и 111-ю. В основном, конечно, по 111-ю, потому что она касается лично человека. Значит, в результате служба собственной безопасности вышла с проверкой, и возникла вторая редкая ситуация, с которой мы не каждый день сталкиваемся. В сейфе у следователя нашли первоначальные показания потерпевшего по делу Фирояна, видеозапись его первоначальных показаний, показания и видеозаписи с алиби Фирояна, то есть время его там нахождения в ресторане, и люди, которые это подтверждают. Мало этого, там же были закрыты материалы, касающиеся... 12 постановлений судов было о том, чтобы разрешено проверить телефонные переговоры, изъять биллинги и так далее, то есть подтверждение, что Фирояна в этот момент находился в другом месте. Все заперто в сейфе. И все бы ничего, если бы к этому моменту не была уже выполнена 217-я, и дело бы не ушло на подписание прокурора. То есть этих материалов в деле просто не оказалось. Значит, в результате начальница отдела была уволена, следователь там понижен в должности, и на удивление возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования проведения следствия, по 294-й, по факту, не в отношении кого-то, ну хоть по факту, ну хоть как-нибудь, да, редчайший случай, когда позиция предпринимателя подтверждается объективно, да, то есть есть объективные данные на незаконное преследование. Значит, на что еще прошу обратить внимание? Значит, в деле происходят удивительные вещи, ну, например, и ООО, и ОАО неоднократно обращались в арбитражные суды по своим текущим делам, да, к кому-то предъявляли изги, в том числе к нынешним лицам, которые имеют отношение к этому самому, к этой армаде, которая желает, как бы, да, подменить с собой все строительство на территории Ивановской области. Значит, тогда у руководителя этого предприятия был охранник, начальник охраны, телохранитель, некий Бурлаков, который на сегодняшний день возглавляет группу оперативного сопровождения дела, которое ведется в отношении этих предприятий. А потерпевший по делу Кривов являлся неоднократно представителем этого предприятия, то есть ответчика, да, против ООО и ОАО, да, по доверенности в арбитражных судах. То есть вот никто даже особо не скрывает, то есть никто даже не пытается как-то скрыть ситуацию, оно вскрывается просто вот видно невооруженным глазом. Если нет, давайте еще у нас есть отзыв уполномоченного по защите прав Ивановской области, сразу ознакомимся с ним. Так, Сергей Иванович, зачитайте. Уполномоченный доводит до нашего сведения, что в его компетенцию не входит оценка деятельности правоохранительных органов. Такой надзор осуществляют органы прокуратуры. Он ссылается на имеющийся в материалах ответ прокуратуры, ну, мы его видели, эксперт его оценивал. Указывает на то, что в его адрес поступило заявление в середине декабря 2016 года от трудового коллектива, ну, и оно находится в работе. Да, по делу было проведено несколько экспертных исследований, экспертных учреждений города Иваново, МАДИ, Приворского центра Нижнего Новгорода и Росдорнии, Москва. Ни одно из этих учреждений не установило ущерб. Единственное, что установило ущерб, нижегородское экспертное учреждение, но они написали без учета естественного износа. Естественно, в 2016 году дорога была построена в 2010-м, поэтому никто на себя такую смелость не взял, сказать, что там есть ущерб. В принципе, я считаю, что любого дорожника надо сажать сразу в предстоительстве дорог. Во-вторых, и самое главное, что у меня, ну, когда есть дороги, ну, должен быть арбитражный суд, хотя бы в этих частях. Ну, ребята, давайте уголовное преследование, хотя я, ну, это не мысли, я не хочу, чтобы меня как бы поддерживали, сначала мы суды арбитражные, вы, то есть, ну, как бы на судебные акты. У нас же получается, и я согласен, что по закону это правильно. Любой опер на основании любого экспертного заключения, но вырезав кусок дороги, может возбудить дело против, и потом после сечения срока гарантий, после сечения срока гарантий. Ну, только если я куплю опер, мы будем по Москве, по артуарной плитке ходить, ну, как бы, ну, по всему, то есть, надо какая-то логика. Есть гарантийный срок, подавайте в суд. Где заказчик, он же может быть заявителем, пострадавшему уголовному делу, даже его заставили, чтобы департамент финансов подал в арбитражный суд. Это же не противоречит, это уголовное дело своим ходом, арбитражный суд своим ходом, правильно? То есть, никаких вопросов, даже департамент финансов будет чист морально перед, или там... Они не хотят. Давайте возьмем нам работу, все мы будем изучать и смотреть. То есть, здесь, я думаю, что мы даже сейчас... Но то, что вот эти избиения, пришел через два месяца, ну, это уже, знаете, как бы, либо ситуация воспользуется, как бы, ну, скорее всего. Я думаю, что вы еще к нам с другим, еще там, еще кто-то кого-то побьет. Но то, что надо брать и, ну, как бы, работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.